Экономист позиции оппонентов Северного потока 2 граничит с паранойей. Радио Спутник. Экономист, позиция оппонентов Северного потока 2 граничит с паранойей. 19 часов РИА Новости, Алексей Витвицкий, строительство газопровода Северный поток 2 в Германии. РИА Новости, Алексей Витвицкий. Общественные слушания в Дании по третьему маршруту газопровода Северный поток 2 пройдут 19 июня, сообщил оператор проекта. Nord Stream 2 AG Экономист Владислав Гинько в эфире радио Sputnik Высказал мнение, что на датских политиков сейчас оказывается давление 30 апреля, 17.47 эксперт Дания изначально была настроена против Северного потока 2 Оператор Северного потока 2 Компания Nord Stream 2 AG Назвала цель апелляции по проекту в Дании В эфире радио Sputnik Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутьер Высказал свой взгляд на развитие ситуации Общественные слушания в Дании по третьему маршруту газопровода Северный поток 2 Пройдут 19 июня, говорится в сообщении оператора проекта Nord Stream 2 AG Организованные датским энергетическим агентством, ДЭА, слушания В ходе которых заинтересованные стороны смогут задать вопросы Будут проведены в городе Ренни на острове Барнхольм 19 июня Сообщает компания В ходе слушаний будет рассмотрен представленный ДЭА отчет об оценке воздействия на окружающую среду ОВОЗ, по третьему маршруту газопровода юго-восточнее острова Барнхольм Проходящему через исключительную экономическую зону Дании Общественность, органы власти и неправительственные организации Дании Могут направлять замечания и вопросы, касающиеся документации по ОВОЗ В ДЭА до 10 июля Для консультации по трансграничным воздействиям в рамках конвенции ИСП этот срок продлится до 17 июля Говорится в релизе Экономист, преподаватель Ран Хиггс при президенте России Владислав Гинько в эфире радио Спотник Высказал мнение, что на датских политиков сейчас оказывается давление Мы видим, что существует большое политическое давление на людей, которые в Дании принимают решения Это давление исходит как со стороны Вашингтона, так и со стороны Брюсселя Где есть люди, которые хотят подыграть Вашингтону Мы также видим, что чисто коммерческий проект «Северный поток-2» в части европейского медийного дискурса Ввязывается с якобы имеющимся у России желанием оказать некое влияние И чуть ли не вмешаться в политические процессы в странах Европы То есть этот проект заранее стигматизируется Сказал Владислав Гинько Попытки выдать этот чисто коммерческий проект зоополитически совершенно безосновательны, отметил он Конечно, это граничит с паранойей, изрядно сдобренной определенными экономическими интересами Здесь все в комплексе Жадность, обуявшая американских поставщиков жиженного природного газа и лоббистов Которые кормятся в Конгрессе США за счет этих поставщиков А также психологические проблемы людей Которые за поставкой природного газа по трубам усматривают некие политические амбиции Эти люди готовы увидеть за каждым мешком картошки Который куплен их страной и Россией Тягу к политическому вмешательству Конечно, выглядит все это бредово Заключил Владислав Гинько 16 апреля, 13.10 Эксперт рассказал, почему Дания тянет с разрешением на Северный поток 2 Оператор Северного потока 2 раскрыл детали нового маршрута газопровода Эксперт в области энергетики Николай Хренков в эфире радио Спутник высказал мнение, что откровенно торпедировать Северный поток 2 не в интересах Дании Проект Северный поток 2 предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии Его планируется достроить в 2019 году Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны РФ Финляндии, Швеции, Дании и Германии Из этих стран Nord Stream 2 AG Осталось получить разрешение на строительство только от Дании Nord Stream 2 AG 15 апреля сообщила, что подала датскому регулятору третью заявку на строительство Северного потока 2 А теперь в исключительной экономической зоне, ИЭС, Дании к югу от острова Барнхольм Датские власти в марте просили компанию рассмотреть именно этот вариант В этой заявке содержатся две альтернативы маршрута При этом сейчас в регуляторе ДЭА уже находятся две заявки на строительство По основному маршруту в территориальных водах страны к югу от острова Барнхольм И альтернативному ВС Дании к северо-западу от Барнхольма 28 марта, 18.36 эксперт Датская история в Северном потоке 2 Не более чем задержка Дания призвала учесть в маршруте Северного потока 2 Затопленное химоружие В эфире радио Спотник Проректор финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец прокомментировал ситуацию Отметив, что для проекта есть оптимальный вариант Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...